Всем привет, мои золотые! Ну что, я сегодня начинаю обзоры с самого утра только для того, чтобы к концу дня иметь возможность добраться до остальных каналов, на которые я также делаю обзоры. Потому что Быкова не дает никаких шансов смотреть кого-либо еще. Просто не остается времени. У нее вчера был стрим, где она проводила естественный отбор своих зрителей. Я больше ничем не могу объяснить вот эти ее закидоны, когда она на стриме начинает пить чай, ставить зрителям какие-то условия. Вот хорошо, что вы пришли. А что такое? Ольга как раз тоже в ночной. Подмениться не успела. Она на стриме очень часто начинает куда-то ходить, кому-то звонить, ставить зрителям какие-то дурацкие условия. Я долго не могла понять, для чего она это делает – жрать, сидеть, просто молчать. Вы знаете, я так думаю, что это проводится естественный отбор, потому что после таких быковских закидонах у нее на каналах, на стримах остаются только те, кому жутко-жутко хочется узнать, как же у нее дела. Либо такие недалекие товарищи, которым, знаете, что в лоб, что по лбу абсолютно одинаково. Все адекватные люди, видя такое поведение блогера, просто-напросто уходят, крутя пальцем у виска. Они не будут смотреть. И таким образом, так как она делает это каждый стрим, то как бы те люди, которые понимают, что такая быкова, они отсеиваются. И остаются вот эти вот фанатики, которым что в лоб, что по лбу, которые глотают все, что произносит быкова. Вот таким образом она делает естественный отбор. То есть она набирает себе на канал публику, который она может обводить вокруг пальца, который она может доить так, как ей надо. Хоть сзади, хоть спереди, как говорится, хоть сбоку, хоть доеденным аппаратом, хоть руками. Это вчера мне пришло на ум после того, как она сказала, она начала зачитывать исковое заявление, которое она подала в суд. И, в общем, она там зачитывала, зачитывала. Я смотрела стрим наскоками, потому что невозможно. Я же вам говорю, я не могу ее смотреть целиком. Но мне попалось такое высказывание Быковой, когда она говорит этим своим зрителям прямо в лоб. Так, ну я смотрю, что-то вам не очень интересно. Вы начали расходиться, пока я вам все это читаю. Ну тогда сделаем так. Если вы хотите, чтобы я зачитала свои доходы с Ютуба, то у меня будет 12 декабря флешмоб. Если вы мне надонатите от 100 тысяч, то есть в два раза больше, чем нужно ей на машину. Мне нужно 500 тысяч по возможности сразу, а не частями. Вообще-то мне нужно больше, 500 тысяч это мой минимум. Зрители сначала офигели. Потом они ей в комментарии начали написывать, где-то, знаете, они минут пять переваривали эту новость. Я сижу и смотрю так, думаю, интересно, интересно. А потом начали написывать ей. Олечка, да ладно, да не показывай ты свои доходы. Быкова была очень счастлива. Ой, я так вам благодарна за то, что вам, типа того, не нужны мои доходы. Ни до одного дурака не дошло то, что это уже не будет являться тайной. То есть она трясет со зрителей 100 тысяч за то, что и так станет явью. Раз она зачитывает исковое заявление, а там фигурирует Быков, естественно, он это заявление увидит. Так кто мешает Быкову выпустить ее доходы в интернет, выпустить сведения об этих доходах в интернет? То есть, понимаете, если об этом раньше не знал никто, кроме самой Быкова и Козлодоевых, то теперь получается, к этой тайне допущен Женя Быков, а возможно еще кто-то. И то есть есть велика вероятность, она практически стопроцентная, что Быков эти сведения растрясет на весь белый свет. И Оля, чтобы еще раз заработать на том, что и так будет все известно и всем известно, она говорит, так, мне 100 тысяч на бочку, и я вам расскажу сведения о своих доходах. То есть то, что и так будет выброшено в интернет, она собирается еще раз взять со зрителей за это деньги. Я вчера долго смеялась, думаю, ну и ушла этой бабенка. Но самое интересное, что вот эти вот кукушаты, которые под ней сидят, они на это 100% наверное поведутся. То есть, представляете, они будут донатить в два раза больше, только для того, чтобы узнать, сколько это чудо зарабатывает. Причем я больше чем уверена, что правды там не будет. Я поверю в Быковские доходы только тогда, когда она откроет аналитику, тыкнет этой аналитикой всем в лоб. Там же будут просто сведения. Ой, я зарабатываю 100 тысяч, я зарабатываю 200 тысяч. На том, на этом возьмется самый какой-нибудь там, не знаю, неблагополучный месяц. Ну то есть никакой веры нет. Узнать, сколько блогер зарабатывает, можно только прослушав других блогеров, которые могут это посчитать, либо когда сам блогер откроет свою аналитику. Кроме того, естественно, там не будет донатов, а я думаю, донаты весьма, даже вполне сравнимы с зарплатой Быковой. Так что это будет очередная брехня, за которую кукушата выложат 100 тысяч. Как вы думаете, выложат или нет? Я думаю, что... Ну, в общем, нет, я даже боюсь предполагать. Я даже боюсь предполагать, чем все это дело закончится. Самое интересное, что я вам уже про это говорила, что другие блогеры, которые наблюдают вот за этой блогерицей, они вообще офигевают, насколько надо было измудриться собрать под собой такую публику-дуру, которая будет исполнять все хотелки чокнутого блогера. Они достойны того, чтобы их так разводили. Вот реально достойны. Последний вот этот закидон Быковой 100 тысяч на бочку, я расскажу вам про свою зарплату. Это, конечно, да. Я не знаю, вы знаете, такой аферисткой надо было, конечно, уродиться. И причем так в наглую себя вести, причем без боязни, что тебя куда-то там заведут, выведут, что тебя где-то там прихлопнут, прижмут к стенке. Это надо было. То есть почувствовать такую безнаказанность можно было только полностью разочаровавшись в умственных способностях своих зрителей. Так и есть. Если бы она видела, что имеет дело с умными зрителями, она бы так не делала. Но ее зрители хавают все, что она им выдаст. Вы понимаете? Теперь вернемся к помощнице. Я вчера буквально вечером записала видос про то, зачем приехала эта бабуля к ней. У меня под роликами много комментариев. В общем, там люди предполагают, зачем бабуля к ней приехала работать. Версий выдвигается несколько. Некоторые пишут, что, возможно, у нее нет детей. Может быть, ее некому похоронить. Может быть, она баба одинокая. Ну и вот опять же, конечно, она из той когорты зрителей, кукушат, который верит всему, чему говорит Оля. Я так думаю, что ей нужно помощницу. То есть надо помощницу на помощницу. Вот как-то так. Так вы представляете, какая нервотрепка для Быковой, когда у нее будет под ногами путаться вот это чудо. Она еще и на стрим хочет к ней попасть. Может быть, ей не дает покоя слава. Может быть, она хочет, чтобы ее высветили прожекторами и все узнали, какая она, ну, я не знаю, великая такая сердоболица. Приехала помогать многодетной маме. Ее не остановило даже то, что ее обзорщица разделывает под орех. Она этого хочет. Но есть такие люди, которые сидели все это время в тени, и тут вдруг им ужасно хочется под свет прожекторов. Ужасно. А уж тот, кто работает у Быковой, будет освещен со всех сторон. Тут нет никаких сомнений. В общем, Быковой, конечно, неимоверно повезло. Пока эта бабушка Божий одуванчик будет находиться у нее в доме, интерес к ее делам будет только подогреваться. Тем более, что сегодня у нее суд. Быкова опять смотается из дома. Бедный Леша, Леша. Пока мама будет судиться с Женей Быковым, ему еще вот эту бабку придется терпеть. Вы представляете? Хорошо, если Леша скажет этой бабке, так, сидеть с детьми, если, конечно, она сможет с ними сидеть, а я буду есть готовить, либо как-то так. Быковой давным-давно уже надо обратиться в специализированные организации и вызвать себе какого-нибудь домашнего учителя, гувернантку, и договориться с каким-нибудь кафе, чтобы оно им готовило пищу. Ее доходы могут позволить. Я не знаю, почему она до этого никак не догадается. Это будет наилучший вариант. Во-первых, с ее детьми будет кто-то заниматься целый день. Да, она будет платить, но будут с ними заниматься. И будут, вот как в столовке, такие, знаете, термосы привозить домой. Это абсолютно хороший вариант для того, чтобы прокормить всю ее ораву. Вот эти вот все печенюшки всякие, пиццы, шарлотки, все это ерунда. Им нужно бачок щей, там, я не знаю, кастрюля пюре, сковородка котлеты. Вот так каждый день. Тогда, да, семья будет сытая. Все остальное, как говорится, это трындеж и провокация. Вот как-то так. И пока Быкова сегодня будет в суде, она будет там разделывать Женю под орех. Женя, конечно, прочитает этот иск. Быкова сегодня приедет к победительнице, будет сегодня на стриме сегать и прыгать. Вот как-то так. Конечно, вот эти 100 тысяч на бочку сверху положенного меня очень сильно насмешили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok